Нижегородка Нина Блохина каждую масленицу радует родных новым рецептом блинов. В этом году угощения будут на молоке и кефире. Начинка грибная. Но еще интереснее подача. Вот и получились у нас замечательные блинчики, фаршированные грибами и луком. Специалисты напоминают, блины с начинкой впрок лучше не готовить, чтобы не испортились. Самые безопасные угощения с медом, вареньем или сгущенкой. Если выпечка готовится на улице, обязательно обращайте внимание на условия выездной кухни. Продажа молока разливного из фермерских хозяйств через буренки, так называемые. То есть вы не забывайте о том, потребитель, что употребляет такое молоко, оно должно быть обязательно кипяченым. И соответственно на каждой торговой точке висит должен быть аншлаг о том, что молоко подлежит кипячению. Покупая продукты в магазине, не забудьте посмотреть срок годности. Употребляя яйцо, вы приобретаете тоже, посмотрите его условия хранения. Ни в коем случае не покупать ее в каких-то несанкционированных объектах, а брать это в торговых сетях как минимум. Возможно, конечно, что вы будете приобретать это яйцо на рынке, но тогда понимаете, что оно обязательно должно подвернуть термической обработке, то есть либо сварено, либо, соответственно, употребленную выпечку. И главная составляющая блинов – мука. Для выпечки сорт муки в этом случае не важен. Буквенный знак и AC подскажет, что продукция качественная. Для выпечки блинов не требуются, так скажем, невысокие требования по качеству муки. Поэтому, в принципе, та мука, которая находится в розничной торговле, она любая подойдет для выпечки блинов. Даже мука, относящаяся к более низким сортов, мука, например, первого сорта, блины будут просто потолще и немножко темнее. За один присест лучше употреблять не более трех блинов, чтобы не переесть. Теплые напитки – лучшие спутники этих угощений. А вот алкоголем запивать не следует. Людям с заболеваниями печени и желудка лучше готовить легкие блины без масла и сметаны. Первый день масленичной недели назывался «Встреча», и в этот день начиналась подготовка к масленичным гуляниям. Строились снежные крепости и горки. Также в этот день мастерили соломенное чучело – символ масленицы. Ну а первые испеченные блины отдавали малоимущим. Ну а у современных хозяек сейчас еще пока есть время провести ревизию на кухне и посмотреть, все ли есть для приготовления блинов. Екатерина Вологина, Константин Кузнецов, Служба новостей и город.